Глава 17. Беседы, рассуждения на тему асимметрии, предательство. Вместе с Биквин и Эммосом мы спускались в трюм и повторяли процедуру каждый день. Несколько дней Понтиус отказывался отвечать. По прошествии недели он начал что-то требовать, обрушивая на нас угрозы и ругательства. Каждые несколько дней он пытался атаковать нас ментально, но всякий раз его попыткам препятствовало присутствие Биквин. Все это время Истин двигался в имматериуме, направляясь к далекому звездному скоплению. На четвертую неделю я сменил тактику и стал обсуждать все, что только приходило на ум. Я не задавал гло ни единого вопроса, касающегося истинной причины. Первые несколько дней он отказывался отвечать. Но я оставался любезен и всякий раз терпеливо приветствовал его. Наконец разговор состоялся. Мы беседовали о звездной навигации, прекрасной музыке экклезиархов, архитектуре, демографии, старинном оружии и дорогих винах. Понтиус ничего не мог с собой поделать. Изоляция, сопровождавшая его существование, заставляла его жаждать соприкосновения с реальным ярким миром. Он хотел снова обонять, осизать, видеть и жить. Две недели подряд его не приходилось подталкивать к диалогу. Я не был ему другом, и он оставался осторожен и язвил при каждом удобном случае, но явно радовался нашему общению. Когда преднамеренно я пропустил один день, Понтиус принялся угрюмо сетовать, словно был серьезно обижен. В то же время я понимал, насколько опасен глом. Его разум был великолепен, очарователен, остроумен, хитер и весьма эрудирован. Я испытывал удовольствие от общения с ним, от получения новых знаний. Это послужило полезным напоминанием о том, что даже такой блестящий ум хаос может похитить. Даже величайший, умнейший, изысканнейший и образованнейший из нас может пасть его жертвой. В один из дней десятой недели я, как обычно, вошел в триумп Понтиуса вместе с Биквин и Эмосом, и мы разбудили его. И что-то мне показалось необычным. Что такое? Сказал я. Ларец как будто стоял не совсем на том месте, где раньше. Ты приходил сюда, Эмос? Спросил я. Хотя бы ради обычной проверки? Нет, заверил меня он. После каждого посещения мы обязательно запирали трюм. Наверное, просто воображение разыгралось, решил я. Наши беседы длились к обоюдному удовольствию около часа каждое утро. Мы часто обсуждали политику и этику империи, область, в которой Понтиус оказался удивительно сведущ. Он ни разу не позволил себе высказывать концепции или верования, которые можно было бы счесть критикой в адрес империи, словно понимая, что подобное поведение грозит прекращением нашего с ним общения. Время от времени я допускал высказывания, предоставлявшие ему возможность покритиковать или осудить методы бога-императора и правительства Теры. Понтиус не поддавался на провокации, хотя и ощущал, сколь отчаянно хочется ему рассказать о собственных, обратных верованиях. Но слишком велика была его потребность в активности и общении. Понтиус не хотел портить сложившиеся отношения. Гло с легкостью цитировал главы и стихи из имперского писания, философских работ и поэзии экклезиархов. Своей образованностью он мог поспорить с Эмосом. Однако, воздерживаясь в высказывании еретических воззрений, он также воздерживался и от демонстрации лояльности к золотому трону. Он не пытался прятаться и изображать из себя законопослушного гражданина. Я расценил это как знак уважения ко мне. Он не стал оскорблять меня ложью. Но чаще, чем о политике и этике, мы разговаривали об истории. И в этой области его познания оказались неимоверными. Однако в беседах на эту тему ему тяжело было скрыть свою глубокую заинтересованность и голод. Он никогда не спрашивал прямо, но было ясно, что ему очень хочется узнать, какие события происходили в течение этих 212 лет, прошедших в его смерти. Родственники, похоже, рассказывали ему недостаточно. Он пускался на разные ухищрения, чтобы вытянуть из меня ответы. Иногда я доставлял ему удовольствие, рассказывая об основных событиях, политических переменах и достижениях империи. Я заранее решил не упоминать о поражениях или потерях империи, избегать всего, что могло позволить ему злорадствовать. Картина, которую я нарисовал для Понтиуса Гло, демонстрировала, что империя стала еще сильнее и здоровее, чем раньше. Но даже это восхищало его. Он слишком долго был лишен драгоценного света галактики. Остальную часть времени долгого перелета мы проводили, готовясь и обучаясь, включив в режим ежедневные тренировки с оружием и без. Бетанкор каждый день давал уроки рукопашного боя, оттачивая природную ловкость и стремительность биквин. Я занимался с гирями в импровизированном тренажерном зале и день за днем пробегал десятки километров по пустым залам и коридорам Исина, возвращая себе превосходную форму. Я работал и над своим сознанием, подвергая себя строгой практике психических упражнений, некоторые из которых проводились с помощью ловинка. Мы с Эмосом старались подготовиться всесторонне. Мы перекопали всю архивную информацию, какую удалось собрать касавшуюся Сарути. Это мало что добавило к тому, что уже было известно. Мы знали область их расселения. И это все. За последние две тысячи лет официально зарегистрированные контакты можно было пересчитать на пальцах одной руки. Мне стало интересно, что могут знать про них владельцы судов люди вроде Горгона Лока, путешествующие за пределы имперских территорий. Все, что мы могли сказать о Сарути, так это то, что они являлись древней ксенокультурой, необщительной, скрытной, лежащей за границами империума. Они были технически развиты, но мы ничего не знали об их культуре, верованиях, языке, не представляли себе даже их внешнего облика. По крайней мере, мы можем со значительной долей уверенности предполагать, что у них наличествуют какие-то религиозные верования и ценности, сказал Эмос, или, как минимум, они ценят некие реликвии прошлого, оказывая им почтение, как предметам духовного культа. «Наши враги занимались добычей этих предметов на Дамаске только потому, что представляли себе, какую ценность они имеют для Сарути. Священные реликвии? Иконы?» Эмос пожал плечами. «Или знания предков, или просто желание найти и вернуть на родину культурные ценности своего прошлого. И мы знаем, что когда-то их территория была больше. Она доходила до Дамаска как минимум, даже если там проходили только сторожевые рубежи», сказал Ловинг. «Мы сидели за инкрустированным столиком в одной из кают Максиллы. Полированная поверхность стола была завалена раскрытыми книгами, свитками, информационными планшетами и таблицами». «И до Бонавентуры», сказал я. «Кладбище колес». Биквин говорила, что раскопки в Северном Квалме напомнили то, что она видела на родном мире. «Возможно», сказал Эмос. «Но я не эксперт в археоксенологии. Кладбище колес, найденные на Бонавентуре, во всех текстах, которые мне удалось найти, классифицируются как принадлежащие к неизвестной ксенокультуре. Они представляют собой всего лишь древние руины, которые могли принадлежать давно сгинувшей и пришедшей в упадок цивилизации Сарути, а могут быть останками множества различных видов, населявших этот регион задолго до того, как человек обратил на него свое внимание. Я опустил информационный планшет и взял обернутый войлок предмет, лежавший в центре стола. Это была единственная табличка, отправившаяся с нами с Дамаска. Я вынул ее из ящика, когда ситуация зашла в тупик, и она так и осталась у меня в руке, когда мы запрыгнули в боевой катер. Она была выполнена из твердого бледного материала, блестевшего включениями слюды. Материал, как все мы согласились, не был характерен для Дамаска. Табличка имела форму неправильного восьмиугольника с двумя вытянутыми гранями. Лицевая сторона представляла собой барельефное изображение пятиконечной звезды. Звезда тоже имела неправильную форму. Лучи ее были разной длины и расходились под различными углами. С обратной стороны табличка была обожжена резаком. «Очень странно», сказал Эмос, рассматривая ее. «Симметрия, по крайней мере, базовая симметрия является константой галактики. Все формы жизни и даже самые омерзительные ксеносы, вроде тиранидов, обладают ею в какой-то мере». «Тут что-то не то с углами», согласился Ловинг, нахмурив свои редкие, покрытые родинками брови. «Я понял, что он имеет в виду. Казалось, что углы звезды в сумме составляют больше, чем 360 градусов, хотя, конечно же, это невероятно». «Кто здесь был?» спросил я в начале следующей беседы с Понтиусом. Я оглядел покрытую изморозью комнату. Биквин пожала плечами, согревая руки дыханием. Эмос также выглядел озадаченным. Ларет снова перемещали, хотя и незначительно. «Кто был здесь?» «Никого», откликнулся Понтиус бесцветным искусственным голосом. «Я не тебя спрашиваю, Понтиус, потому как сомневаюсь, что скажешь мне правду». «Ты обижаешь меня, Грегор», мягко ответил он. «Уверен, что это не игра твоего воображения?» спросил Эмос. «Ты сам уже говорил». «Возможно», – нахмурился я, «но чувствую, что что-то изменилось». Во время долгого рейса я обычно ужинал с Максилой, иногда вместе с остальными, иногда наедине. И однажды вечером, на двадцать пятой неделе, только я и Максила сидели за столом, а золоченые сервитеры расставляли блюда. «Тобиус», – произнес я через некоторое время. «Расскажи мне о Сарути». Он только что подцепил вилкой кусочек кушанье и разочарованно положил его обратно на тарелку. «Что ты хочешь, чтобы я рассказал?» «Почему ты утверждал, что ничего не знаешь о них, когда я сообщил тебе, что мы направляемся в их регион?» «Потому что полеты в такие места запрещены, потому что ты инквизитор и не стоит лишний раз признаваться в прегрешениях одному из вас». Я провел пальцем по краю полупустого бокала. «До сих пор, Тобиус, ты помогал мне рьяно и великодушно. Поначалу я сомневался в твоих мотивах, но за эту оплошность уже извинился. Сейчас стало очевидно, что ты такой же верный слуга Бога Императора, как и я. Меня беспокоит, что сейчас ты скрываешь от меня какую-то информацию». Он обнажил в улыбке свои инкрустированные перламутром зубы и промокнул губы уголком салфетки. «Меня это беспокоит куда больше, Грегор. Меня терзают муки совести. Значит, пришло время поговорить». Я снова наполнил наши бокалы из графина с марочным вином. «Сведения Сарути скудны, и ты уже сказал запретны. Я прекрасно знаю, каперам известно гораздо больше о внешних системах и населяющих их формах жизни, чем даже инквизиции. Ты не капер, но входишь в состав торговой элиты. Не думаю, что ты никогда не натыкался на какую-либо информацию, имеющую отношение к этой породе Ксеносов». Он вздохнул. «Еще молодым человеком более 90 лет назад я путешествовал в регион Сарути. Я был тогда юнгой на борту каперского судна под названием Прометеев огонь. Его хозяином был Ваден Авл, ныне давно покойный, как я полагаю. И он в самом деле был капером. Он верил, что сможет либо наладить торговлю с этими неизвестными Ксеносами, либо разграбит подчистую их сокровища». Получилось? Нет. Только вспомни, я ведь тогда юнгой ходил, никогда не покидал корабельный негра и не сходил на поверхность ни одного мира. Я знал одно, рейс злился слишком долго. Старшие члены экипажа словно язык проглотили. Как я догадываюсь, только чтобы найти Сарути, им потребовалось очень много времени и сил, и это их не слишком обнадеживало. Третий помощник капитана, человек, которого я довольно хорошо знал, поведал мне, что Сарути разыгрывали всякие шутки с торговыми посланцами Авла, прятались от них и издевались. Каким образом издевались? Офицер рассказывал, что их миры оказались жуткими, непонятными и неуютными и еще что-то насчет углов. Углов? Максила невесело рассмеялся и пожал плечами. Словно само их пространство поражено какой-то болезнью, искажено, изуродовано. Через год мы возвратились с пустыми руками. По возвращении многие решили выйти из команды и оставить Прометеев огонь. Особенно когда Авл совершенно к тому времени свихнувшийся заявил, что намерен вернуться и попытаться еще раз. Тогда ушел и я, потому что не хотел провести еще один год на нижней палубе. И что же Авл? Он отправился обратно, насколько мне известно. Спустя несколько лет я услышал, что его судно было захвачено темными эльдарами в районе предела Бореалис. Таков итог. Думаю, ты понимаешь теперь, почему я сразу не хотел рассказывать. Мне просто нечего рассказать полезного, разве что признаться в том, что уходил в недозволенные пределы. Я кивнул. На будущее не скрывает от меня информацию. Не буду. И если вспомнишь что-нибудь еще, тут же расскажу тебе. Тобиус, я выдержал паузу, ты говоришь, что рейс Прометеева огня оказался длинным и бесплодным, а экипаж измучили существа, с которыми вы в конечном счете столкнулись. Разве у тебя не вызывает дурных предчувствий возвращения туда? Конечно. На его лице появилась тонкая улыбка. Но я обязан служить тебе, поскольку ты имперский инквизитор, и сделаю это без лишних вопросов. К тому же мне отчасти любопытно. Любопытно? Хочу увидеть этих Сарути собственными глазами. Необходимо упомянуть про сны. Они не слишком беспокоили меня во время рейса, но тем не менее приходили примерно раз в несколько дней. Мне редко снился красивый человек с пустыми глазами сам по себе, но его незримое и безмолвное присутствие ощущалось постоянно, а вспышки молний становились все ближе с каждым сном. На рассвете по корабельному времени третьего дня двадцать девятой недели я тихо встал и выйдя из своей каюты направился к трюму, где мы держали Понтиуса. Пошел туда за добрых четыре часа до обычного времени нашей ежедневной беседы. Я влез в примыкавшую к трюму трубу, предназначенную для обслуживания коммуникации, и пополз по ней, пока не достиг вентиляционной решетки, выходившей внутрь самого трюма. Решетку покрывала изморозь. Над ларцом склонялась закутанная в мантию фигура, освещаемая только переносной лампой. Верхний свет был выключен. Понтиус бодрствовал. Об этом свидетельствовала изморозь, и к тому же я видел крошечные огоньки синапсов Гло, и слышал его тихий искусственный голос. Расскажи мне о пограничных войнах. Говоришь, империя понесла большие потери? Я много тебе рассказываю, но ты мало даешь мне в ответ, ответила фигура. Мы так не договаривались. Повторяю, я стану тайно помогать тебе, если ты поможешь мне. Могущество, Понтиус, и информация. Если хочешь видеть меня в качестве своего эмиссара, ты должен доверять мне. Как я могу донести твою волю до твоих союзников, если мне до сих пор не известно об истинной причине? Пауза. Что это такое? спросила фигура. Что поставлено на карту? Какая неимоверная ценность? Опять пауза. Тебе надо уйти прежде, чем тебя обнаружат. Эйзен Хорн становится подозрительным. Скажи мне, Понтиус, мы уже почти на месте, всего нескольких днях пути, мне нужно знать, чтобы помочь тебе. Я скажу тебе, это некротек, вот зачем мы гонимся, Елизавета.